Всем большой привет! Сегодня хочу рассказать вам о составе двух коробочек. Это Allure Box за январь и лимитированная коробочка, посвященная Дню Святого Валентина. До последнего момента ее можно было заказать на сайте, так что оставлю вам ссылку внизу. Что же попалось в коробочке января? Первая очень интересная миниатюра. Это масло от L'Occitane, масло комфорт для лица. Оно совсем недавно вышло. Интересный, смотрите, такой флакончик с пипеткой, то есть можно будет полноценно им воспользоваться. Здесь у нас, по-моему, 5 мл. Что-то не вижу, где запечатано. Сколько мл? Но я думаю, что 5. Надолго хватит, в полной версии 30 мл. 100% натуральная формула нежного масла, защищает, увлажняет, смягчает. Масло корритное 5%. В общем, можно наносить на лицо, как самостоятельный продукт, или перед использованием, что я заговариваюсь, или перед использованием увлажняющего крема. Посмотрим. Я, в общем, масла для лица не сильно люблю, не фанат я их, но периодически могу воспользоваться, особенно сейчас, когда то сухо, то мокро, то жарко, я не знаю, в общем, погода непонятная. Мне кажется, как раз нам сейчас не хватает увлажнения, поэтому этот продукт будет актуален. Следующий продукт это Виши, ночной спа-уход. Большая такая миниатюрка, здесь 15 мл. Можно использовать как маску, можно использовать как ночной крем, безжирной пленки, ну, для чувствительной кожи подходит. В общем, ночью будет помогать вам справиться. Ну, такой тоже интересный продукт, но вот единственное, что у меня Виши, был до этого крема в одной из коробочек. Мне кажется, что у меня от него пошла вообще какая-то жуткая реакция на лице, поэтому я, наверное, не буду на себе его тестировать, как-то побаиваюсь. Мне кажется, что вот именно от крема Виши у меня пошли порыщи. Следующий продукт это Герлен. Посмотрите, очень красивый такой пробник. Вот так выглядит сама помадка. Я думаю, что многие уже ее видели. Я, к сожалению, ее в жизни не тестировала. Но дизайн, конечно, классный. И здесь кисточка. И два оттенка, красный и розовый. Такие яркие, весенние, очень интересные. У этой помады и запах, и вкус такой сладковатый, похожий на аромат для пяти роб нуар. Ну, обязательно воспользуюсь. Правда, конечно, цвета, но не очень сильно мои. Я как-то красный мод. Вроде уже 23 года, а все никак. Не привыкну. Следующая миниатюрка. Это Кларан. Питательный шампунь. С маслом финика для сухих, ломких, поврежденных. Я пользовалась, по-моему, с абрикосом. И какой-то еще у меня был вариант. То есть, вида 2-3 я уже протестировала. Ну, не могу сказать, что мне очень нравятся шампуни. Они неплохие. Но я не вижу чего-то вау от них. Тем более, что они не очень бюджетно стоят. Не очень экономичные они. Как-то у меня к ним такое отношение. Если вы любите, то здорово. Но я как-то вот не прониклась. Очень интересный пробник у нас здесь. Это аромат. Монсара Париж. Роза с ваниль. Это... Этот аромат входит в коллекцию путешествия по островам. Она создана подобно запискам путешественника. Ну, в общем, такой дорогой селективный аромат. За 60 мл. Цена стоит 7650 рублей. Что, что еще сказать, что сказать. В состав входит бурбонская ваниль, марокканская роза, турецкая роза, шафран, гуржун и розовый перец. Ну, мне аромат очень понравился. Интересный. Роза приятно пахнет. Звук сладковатый. Ну, конечно, очень сильно такие ароматы отличаются от масс-маркета. Все, что представлено там в Ревгоше, в линейке до 3, до 3,5 тысячи рублей, конечно, это совершенно другое. Далее у меня здесь заявлен вот такой крем. Но у меня вместо него лежит другой продукт. Хотя вот этот крем я бы с радостью протестировала. Мне кажется, что я еще ничего не пробовала от Нюкс, именно из ухода. Единственное, что у меня есть, это масло. Но у меня вместо этого лежит, конечно же, моя просто любимая и обожаемая миниатюра Тэнт Миракл. Я могу уже солить. И уже, мне кажется, за столько лет я собрала реально полную версию. Буквально недавно мне попадалась миниатюрка. Я говорила, что я люблю этот тональный крем. У меня есть полная версия в 0,10 оттенке. Но здесь как бы этот оттенок слишком загорелый. И я в солярии не хожу. Ну, в общем, будем ждать, не знаю, лето. Если кое-нибудь поедем, то будем ждать лето. И тогда я смогу им воспользоваться. А так очень классно. Лицо сияет, прям с ним так выглядит холеным. Конечно, очень хороший тональный крем. Последнее, что заявлено, это маска от Бонакур. Она мне попадается, ну, раз третий, четвертый точно. И она всегда для окрашенных волос. В общем, поэтому я отдаю маме. Но я от нее, честно говоря, тоже восхищенных отзывов не слышала. Обычная маска, ничего в ней такого. То есть здесь заявлено, что она усиливает бриллиантовое сияние. Ну, не знаю. Без, в общем, особых эмоций. Маска как маска. Поэтому не могу вам посоветовать бежать за ней. Последний продукт, который, как пробочком здесь лежит, это доктор Пьер Рико. Что это такое? Сейчас вам скажу. Это ночной интенсивный регенерирующий крем. Такая миниатюрка тоже. Доктор Пьер Рико. Ни я, ни моя мама никогда не пробовали. Как-то мимо нас эта фирма проходит. И вот такие красивые наклеечки. От Макса Гашко-Данькова. Все, я не могу выговорить. Вот очень нравится. Я на всякие коробочки, которые я с косметикой, я туда клею эти наклейки. Давайте же посмотрим, что досталось нам в коробочке Valentin Box. На сайте был написан список. То есть все, кто заказывал, увидели, что им попадется. Потому что она стоила дороже. Она стоила где-то 1200 рублей. Но здесь продуктов больше. Первое. Это лак от Энни. В полной версии. В полной версии он стоит 470 рублей. У меня в оттенке Love and Life. Ну, такой неплохой. Коричневый какой-то он фиолетовый. Интересный оттенок. Такой немножко мерцающий. Я обязательно воспользуюсь. Такой нестандартный оттенок. Далее. Масло от Redken. Смотрите, какая вообще суперлюксовая миниатюра. Здесь 30 мл. В полной версии 100 мл. Термозащитное масло для облегчения и ускорения укладки. Первая термоактивная масляная технология. То есть, видите, как бы и уход, и масло, и для укладки. Все сразу. Я не скажу, что каждый день укладываюсь. Я немножко выпрямляю волосы сверху у корней. Потому что они у меня там очень сильно как-то и странно завиваются. Но все равно попробуем. Мне кажется, не важно. И вот такая красивая бутылочка в полной версии. Очень прям такая девчачья. Далее. Опять нам достается миниатюрка от L'Occitane. Масло комфорт для лица Крите. Все то же самое, что я вам рассказывала в начале. То есть, у меня уже есть 10 мл. Тоже. Можно скоро будет собрать полную версию. Далее. Пакарабан. Аромат Олимпия. Я, честно говоря, вижу очень часто у девушек этот аромат на фотографиях. Но я его не тестировала. Цветочно-водные аккорды, эмбирные лилии, водяного жасмина, почерк Великого Пакарабана. В общем, что-то... Написано, что 50 мл стоит 5 420 рублей. Обалдеть. Я так смотрю, что да, многие ароматы, конечно, подорожали. В связи... Вот, смотрите. Очень красивые. Кстати говоря, у меня раньше было много таких миниатюр с ароматами. Но я многие раздарила. Не знаю, я такая добрая душа, люблю всё дарить. Потом думаю, ну вот, у меня ничего не осталось. Последний продукт для нас, для девушек, для женщин, который остался, это полноразмерный бальзам для губ от Сомалея. Надеюсь, что я правильно читаю. Я смотрю, что это какая-то новая марка. Её прям активно пиарят. Активно. Кстати, в инстаграме Allurebox проходит конкурс. Можно выиграть бальзам. Я, честно говоря, не тестировала до этого. Такая новиночка. Стоит из... На 95% состоит из натуральных ингредиентов. Витамин Е, масло жоба, масло ши, оливковый, пчелиный воск. Питает и увлажняет. О, ещё есть ПФ-30. Ну, кстати, так, знаете... Такой бальзам с заявкой на успех. И самое интересное, делают его в Великобритании. Моей любимой. На самом деле, даже вот на упаковке такой интересный, хороший состав. Конечно же, всем это нам напоминает Иос. Но попробуем. У меня вот лимонный. Я знаю, что есть много разных видов. Здесь лежала такая брошюрка симпатичная. Есть с ароматом лимона, черники, ананаса, клубника. Ну, вот везде прямо написано, что 95% натуральных ингредиентов. Будем тестировать. Очень интересно, что же это такое. Далее здесь находятся 5 продуктов для мужчин. Такие тоже большие. Первое. Это шампунь для волос. Рефреш. Освежающий. С витаминами. Освежает волосы и тело. Обеспечивает мягкий уход и глубокое очищение. Хорошая миниатюра тоже, если, допустим, ваш молодой человек или муж есть в командировке. Я думаю, что очень удобно. Я обычно даю папе. Или друзьям. Делюсь. Второй шампунь. Это для чувствительной кожи головы. Тоже с витаминами. Полная версия 250 мл. Здесь у нас 30. Больше такого веситая миниатюрка. Далее. Аромат от Келлин Кляйн. Ой, кстати говоря, мне очень нравятся мужские ароматы Келлин Кляйн. Две грани. Урбанистическое настроение. Естественно, свежесть. Тут шлейф жасмина. Сандал. Мускус. В общем, много-много-много. Все такое. Описание длинное. Тут просто целая история про этот аромат. Тоже, видимо, какой-то новый я не встречала. Так интересная у него упаковка. Две миниатюрки от Clorans. Что же здесь? Первая миниатюрка. Это интенсивно увлажняющий бальзам для лица для мужчин. Впитывает. Моментально впитывается. Устраняет ощущение жжения. Я так понимаю, что это... А, после бритья. Да, все правильно. После бритья или вечером, когда у вас кожа обезвожена из-за кондиционера, загрязнения, солнца и холода. Ну, то есть, в общем, и зимой, и летом можно им пользоваться в общем-то, как кремль лица, грубо говоря. И следующая миниатюра. В общем, здесь позаботились, чтобы мужчины чаще мылись. Тонизирующий шампунь-гель для волос и тела для мужчин. Два в одном. Ну, вот так вот. После занятий спортом, путешествий, шампунь-гель можно использовать ежедневно. В общем, аж три штучки для мужчин. Чем они могут помыться? Прекрасно. Главное, чтобы никто не обиделся. Вот, такой был состав коробочки Валентинки. Мне она показалась очень интересной. Все-таки для нас, для женщин, здесь две полные версии. Это лак и бальзам. Красивая миниатюра аромата. Большое масло. Ну, в общем, цена тоже себя оправдала. Я думаю, что те, кто заказала, она им понравилась. Вот. Оставляйте свои комментарии. Будем ждать новые косметички Гламурбэк, новые коробочки Алюрбокс. Будем смотреть, чем же нас порадует в этот раз. Я, кстати говоря, уже видела новый состав за февраль, потому что уже началась рассылка. И в группе Алюрбокс уже девчонки выставляли фотографии. Тоже очень неплохая коробочка. Вот так вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok